Два муниципальных предприятия «Астроводоканал» и «Коммунэнерго» получат поддержку из областного бюджета. Обе ресурсные организации сейчас находятся на грани банкротства. Долг «Коммунэнерго» — 715 миллионов рублей, «Водоканал» — 615. На встрече с депутатами городской думы глава региона Сергей Морозов распорядился выделить 500 миллионов рублей на поддержание деятельности предприятий. Это только первый шаг. В администрации области намерены сохранить оба предприятия. Кроме того, городскую ливневую канализацию начнут реанимировать на следующей неделе. Работа пока на стадии проектирования. Предполагается, что проект включает в себя 12 насосных станций. Сумма всех работ составит около 5 миллиардов рублей. Сегодня мы должны быть благодарны Сергею Петровичу о том, что он и на федеральном уровне, и на совещании при президенте Владимир Владимирович Путин поднял этот вопрос. И мы все думаем и уверены, что этот вопрос уже будет двигаться с мертвой точки. Надо сначала разрабатывать проект, потому что не получилось так, чтобы мы сначала сделали ливну, потом обратно положили асфальт, потом еще раз не пришлось делать заново эти дренажные системы. О работе городской думы перед главой региона читались представители всех комитетов городского парламента. Сергею Морозову рассказали, что сегодня они находят все новые инструменты для пополнения бюджета города. В свою очередь, глава региона сообщил, что в рамках проекта «Обновленный Астрахань» в областном центре в ближайшее время построят 23 социально значимых объекта. Среди них фоки, спортзалы, дворец единоборств и образовательные учреждения. Встречи с депутатами городской думы станут регулярными и по распоряжению Сергея Морозова будут проходить не реже, чем раз в три месяца. Мы в таком формате еще не собирались, но я думаю, обязательно будем собираться, потому что я считаю, такой формат полезен. Считаю, что вы и каждый заслуживает уважения, за вами стоят люди, коллективы. И от наших совместных решений, от нашего взаимодействия очень много зависит. Спасибо.